2021 год объявлен в России годом науки и технологии. Одна из задач – рассказать, какими достижениями и учеными может гордиться наша страна. История знает немало выдающихся незрячих математиков. Об одном из них мы хотим рассказать сегодня. Доктор физико-математических наук, академик, автор более 60 научных работ, в том числе двух монографий, лауреат различных премий Анатолий Георгиевич Витушкин. Анатолий Витушкин родился 25 июня 1931 года в столице, в Замоскворечье, в семье служащего. Со старшим братом Колей они росли обычными городскими мальчишками – казаки-разбойники, футбол, прятки. Когда началась война, серьезная нехватка продуктов и регулярные ночные бомбардировки сделали жизнь в Москве тяжелой и опасной. Тогда мама Полина Ефимовна решила отправить сыновей в деревню под Шатурой, откуда была родом. Но и там было очень голодно. Анатолий Георгиевич позднее вспоминал, как ели ворон и варили картофельные очистки. В 1943 году Анатолий был принят в Тульское Суворовское военное училище. Кроме обычной школьной программы, воспитанники занимались историей дипломатии, высшей математикой, строевой подготовкой, спортом и фехтованием, музыкой и пением и даже бальными танцами. 24 июня 1945 года Витушкин принимал участие в первом параде победы. С детства юношу отличали пытливый ум и любознательность. В любом на первый взгляд даже уже понятном вопросе Анатолий находил такие нюансы, в которых ему хотелось разобраться. И это была главная черта его характера. В апреле 1946 года произошел несчастный случай, изменивший всю его жизнь. Тульские суворовцы прибыли в Москву для подготовки к майскому параду. Их разместили вблизи Тушинского аэродрома на Хорошевском шоссе. Однокашник Витушкина Геннадий Григорьевич Емельянов вспоминает. После войны на аэродроме скопились горы военного мусора. Нередко суворовцы находили здесь разбитые ящики с запалами для ручных гранат. Так вот наш любознательный Толя решил разобраться в устройстве этого запала, стал разбирать его. И вдруг взрыв. Осколки буквально выжгли ему глаза, искалечили пальцы на руке. Его лечили в госпиталях Москвы, в Институте глазных болезней имени Филатова в Одессе. Но все было тщетно, зрение восстановить так и не удалось. Несмотря на потерю зрения, Анатолий Витушкин продолжил обучение в военном училище и в 1949 году окончил его золотой медалью. Затем поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета. На четвертом курсе Витушкину была присуждена сталинская стипендия, а как известно, присуждалась она только лучшим из лучших. Напряженная учеба не мешала Анатолию принимать активное участие в общественной жизни университета. Он хорошо играл на баяне, занимался в фортепианном классе при университетском клубе. На студенческой олимпиаде Витушкин сыграл на рояле лунную сонату Бетховена, получил за это грамоту и премию. Талантливый студент работал учителем-репетитором на стройке нового здания МГУ, где готовил к поступлению в вуз рабочих, учившихся в 10 классе вечерней школы. Был назначен консультантом в одну из групп первого курса. В 1957 году Анатолий Георгиевич с отличием окончил университет. К этому времени он выполнил и опубликовал несколько работ, посвященных 13-й проблеме Гильберта. Его научным руководителем был Андрей Николаевич Калмогоров. Сразу после защиты кандидатской диссертации он защитил докторскую. Затем начал работать в отделении прикладной математики Математического института Академии наук СССР. В 1960 году Витушкин стал руководить семинаром по комплексному анализу на механико-математическом факультете МГУ, который продолжает работу и по сей день под названием «Витушкинский семинар». С 1965 года до конца жизни Анатолий Георгиевич преподавал в МГУ. Он основал научную школу «Комплексный анализ» Математического института имени Стеклова Российской академии наук. Успешно проявил себя руководителем этой школы, которая получила мировое признание. Утвержден в звании профессора в 1971 году. Удостоен звания «Заслуженный профессор Московского университета» в 1999 году. Область научных интересов Витушкина – теория функций и смежные разделы прикладной математики, комплексный анализ и алгебраическая геометрия, теория информации и радиотехника. На высоком профессиональном уровне Анатолий Витушкин занимался радиотехникой. В 1980 году он предложил схему транзисторного усилителя, которая получила известность и сегодня не утратила свою практическую полезность. Основой интереса к такой деятельности послужил личный опыт усовершенствования домашней музыкальной аппаратуры. Много лет Витушкин был членом редколлегии журнала «Математические заметки» и членом редколлегии журнала «Известия Академии наук СССР» серия «Математическая». Витушкин любил делать все сам. Он считал, что мужчина в доме должен уметь все делать своими руками. Он сам чинил машину, зимой на даче сам чистил снег, легко разбирался с сантехникой. Математика занимала одно из главных мест в жизни Анатолия Витушкина, но не была его единственным увлечением. Ученый очень любил классику, больше русскую. В доме в свободное время читали Достоевского, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Он очень много слушал аудиокниги, любил смотреть фильмы. Любимая передача театру микрофона. Летом на даче вся семья в половину четвертого собиралась у приемника и слушала радиопостановки. А еще Анатолий Георгиевич был заядлым шахматистом. Сам про себя он говорил, что играет на уровне второго разряда. Скорее всего скромничал. Не забывал Витушкины свое первое увлечение – музыку. Часто с женой они ходили в консерваторию. Скончался Анатолий Георгиевич Витушкин 9 мая 2004 года после продолжительной болезни. В этом году исполняется 90 лет со дня его рождения. Он был неутомимым тружеником в избранных им областях математики, проявил себя выдающимся ученым, выполнил ряд значительных трудов. Под руководством Витушкина защищено более 25 кандидатских диссертаций. 10 его учеников стали докторами наук. Коллеги, друзья и ученики вспоминают его как мудрого и надежного человека, талантливого ученого и прекрасного педагога.